Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я буду варить домашнее пиво в стиле бельгийский дубель. Я варила пиво по такому рецепту уже несколько раз и мне очень нравится, какое оно получается в результате. Ух, давно мы с вами не виделись. Скажу честно, пивных видео так давно не было, потому что после моего последнего видео я совсем немножечко расстроилась из-за того, что мои 2500 подписчиков были неактивны и оставили мне всего около 100 лайков. А это даже не 10%. Поэтому, пожалуйста, в этот раз будьте поактивнее. Поставьте лайк этому видео, напишите внизу какой-нибудь комментарий. Желательно хороший, конечно. А я постараюсь выпускать пивные видео для вас почаще. И в свою очередь я заказала микрофон и следующее видео у меня уже будет с ним. Так что все для вас, чтобы вам приятнее было смотреть мои видосы. Расскажу вам немного про стиль пива бельгийский дубель. Кстати, как вы называете этот стиль пива? Мне, например, больше нравится говорить дюбель. Поэтому, если я буду говорить неправильно, не обижайтесь, напишите мне, как правильно, как говорите вы. Этот стиль появился в бельгийских и французских аббатствах в средние века. А потом был возрожден во второй половине 19 века. Первоначально стиль дубель обозначал двойной эль. Это было монастырское крепкое пиво, которое считалось в два раза более крепким, чем светлый эль. Очень странно. В Википедии написано, что дубель первый раз сварила пивоварный в Вестмале в 1856 году. При этом дюбель появился в средние века. Наверное, имеется в виду, что первый современный дюбель был сварен этой пивоварной в 1856 году. В Вестмале это тропистское аббатство, поэтому их пиво можно назвать тропистским. Этот дюбель был крепостью от 6 до 8,5%, с кофейным цветом и с поджаренным, даже ореховым послевкусием. Пиво в Вестмале дюбель подражает как тропистские, так и коммерческие аббатские пивоварни. И не только в Бельгии, а в разных странах. Это привело к появлению стиля, который называется дюбель. Кстати, напомню, я уже как-то рассказывала это в одном из своих видеорецептов. Тропистским имеет право называться только то пиво, которое было сварено тропистами или людьми под их наблюдением в стенах тропистского аббатства. Стиль дюбель один из моих самых любимых. Но, к сожалению, мои запасы этого пива давным-давно закончились. И сегодня я не смогу вам показать, как оно выглядит в бокале. Но я прекрасно помню, какой оно на вкус и аромат, какого оно прекрасного, красивого цвета. Вы не удивляйтесь, что я все туда-сюда перемещаюсь, просто солнце в глаза очень слетит. Я не хочу, чтобы меня тень пополам распиливала. Пиво дюбель имеет очень красивый темный янтарный цвет. Хорошую прозрачность и безумно вкусный сладкий аромат. Свой дюбель я назвала Hard Candy, то есть леденец. Потому что он очень сильно пах карамелью, сухофруктами и барбарисом. Он сладковатый на вкус, с неярко выраженной горчинкой, плотный и умеренно крепкий. В моем дюбеле преобладают именно солодовые нотки в аромате и во вкусе. Это пиво отлично подойдет, чтобы составить вам компанию холодным зимним вечером. Оно достаточно согревающее, но не слишком спиртуозное. Рецепт этого пива очень простой. Я на своем канале уже давала рецепт бельгийского дюбеля клона пива Roshfor 8. И даже делала дегустацию своего пива с оригинальным. И когда я открыла оригинал пива, я поняла, насколько же оно по запаху, по аромату похоже на то, что я когда-то давным-давно варила. То есть на мой дюбель. Такие же сладкие ноты карамели и барбариса. И по вкусу он тоже такой же сладковатый. Кстати, Roshfor 8. Совсем недавно, а именно позавчера, я поехала в магазин Globus. Это пиво я покупала там для дегустации. И видела его. Оно там было и весной, и летом. Каково же было мое удивление, когда я подошла к полке, где оно стояло. А там не было даже ценника с этим пивом. Я очень расстроилась, так как когда писала текст к этой варке, я вспомнила вкус своего вкусного дюбеля. И хотела удовлетворить свои пивные потребности, а мне это не удалось. Когда я первый раз попробовала пиво Roshfor 8, я была, знаете, слегка удивлена, что клон, который я готовила, был похож на это пиво. И то было не совсем то же самое. Но в бокале он прям был по аромату таким, как мой старый дюбель, который я готовила уже несколько раз. И я подумала, зачем я так заморачивалась. Покупала, искала этот коричневый сахар, его так тяжело найти. Делала отварки кукурузной крупы. Если все, можно сделать намного быстрее и проще. И получится очень похоже. Я не говорю, что сегодня я буду делать клон Roshfor 8. Нет, это разное пиво. Оно очень близко по аромату. Но этот вариант, который мы будем варить сегодня, он менее горький. И мне это больше нравится. Я как раз таки вот в дюбеле люблю, что он менее горький. И мне очень нравится, что в моем варианте будут солдовые именно нотки. А там ароматы хмеля. Кстати, по моим наблюдениям, это пиво очень нравится девушкам. Так что, если вы его сварите, обязательно угощайте всех своих подружек. Для этой варки нам понадобятся солод пилсон, эбей, шато кафе, меланоидиновый, кора арома и кора мюник тип 2. Также нам понадобится хмель, сас, декстроза, вода, конечно же. И самый главный ингредиент дрожжи М47, mangrove jack. В этой варке у нас будут 3 температурные паузы. Первая температурная пауза 53-54 градуса 15 минут. Вторая температурная пауза 68 градусов 1 час. И дальше мы шаут. Это третья температурная пауза 5 минут при температуре 78 градусов. Далее у нас будет промывка в течение 15 минут и кипячение в течение 1 часа. Это пиво я готовила достаточно давно, поэтому, смотря свою книжечку, я немножко с ума схожу от тех цифр, которые там написаны. Ну, неопытность, все дела. Посмотрим, что у меня получится в этот раз. Вообще, я считаю, что мне тогда очень везло, потому что пиво получалось вкусным. И даже в бутылке дюбеля у меня не лопались. Хотя стояло оно достаточно долго. То есть, за это время могло быть что-то и лопнуть. И оно не было перекарбонизированное. То есть, с ним все было хорошо. Это было одно из моих любимых пив. Я его варила всего 2 раза. Первый раз, по-моему, это вообще было мое третье пиво. И на пятый раз тоже я его варила. И на пятый раз, по-моему, это было мое третье пиво. И на пятый раз, по-моему, это было мое третье пиво. И на пятый раз, по-моему, это было мое третье пиво. И на пятый раз, по-моему, это было мое третье пиво. Не ленитесь каждый раз, перед помолом, проверять настройку мельницы. Потому что гайки от вибрации развинчиваются. И настройка может поменяться. Чтобы всегда у вас был стабильно хороший помол. Мы настроили пивоварню. Засыпали солод. И сейчас мы все в мешок. Не забывайте помешивать затор каждые 15-20 минут. И на пятый раз, по-моему, это было мое третье пиво. И на пятый раз, по-моему, это было мое третье пиво. Пока пиво сливается в ферментер, я покажу вам, какие дрожжи буду использовать. Вот так вот выглядит упаковка. Мне очень нравятся эти дрожжи. Как всегда сухим способом, до влажных дрожжей я не дошла, пока желания у меня нет. Вы опять мне в комментариях написали. Сбраживать я буду при температуре 18-23 градуса, на первичном дрожжении 11 дней, а на вторичном, я думаю, около 14. Но помните, что всегда надо проверять, насколько оно сбродило пиво. Очень сухо сбраживать я не буду. Мне не нравится, когда очень сухо сброжено пиво. Карбонизацию, кстати, я буду делать в бутылках, как настоящий терапист. С помощью декстрозы, не сиропа, мне проще сделать так. Почему я не говорю, сколько нужно использовать декстрозы для карбонизации? Это очень частый вопрос. Мне часто пишут люди в комментарии, в директ. В общем, скажу так. Добавлять декстрозу нужно столько, сколько это нужно по ситуации. И, кстати, есть специальные калькуляторы, с помощью которых вы можете вычислить значения. У меня есть набор ложечек для карбонизации для сахара. Я иногда кидаю большую ложечку, иногда среднюю, иногда маленькую. Иногда вообще я пробовала ничего не кидать. Поэтому в этом вопросе вы должны попробовать разобраться самостоятельно. Я не смогу отследить, что у вас да и как. В двух словах скажу так. Если хорошо пиво сбродило, кидайте большую ложечку. Если оно стоит и очень долго, и не дображивает, то вообще можно ничего не кидать. Либо кинуть маленькую. Это, опять же, нужно смотреть по вашей ситуации индивидуально. Хочу еще рассказать, когда лучше начинать пить это пиво. Во-первых, после сбраживания минимум оно должно постоять после разлива один месяц. Это самый минимум. Мне больше всего нравится, когда пиво постоит хотя бы месяца три. Но если вы вытерпите и полгода, то вообще супер будет. Надеюсь, пиво понравится вам и вашим подругам. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем пока.